У нас возбудителей вирусов, которые вызывают простудные заболевания, более 200. Из этой линейки вирусов грипп – самое тяжелое заболевание. И в этом году в состав вакцины входят штаммы, которые многие годы не приходили на территорию Российской Федерации. А это значит, что иммунитета среди населения нет ни у кого. И вероятно, что этот грипп будет тяжелее. Чистый грипп, который есть. Это первая причина, по которой нужно обязательно сделать прививку. Также бурное обсуждение в соцсетях вызвало новое постановление, которое на днях выпустило Роспорептнадзор. Согласно постановлению, маски необходимо носить в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах и в местах с массового скопления людей. Однако, по словам Марина Потяшиной, его еще следует обсудить и в силу оно еще не вступило. У нас это ничего не меняется. У нас, напомню, что постановление Кабинета министров Республики Тарстан номер 208, у нас обязательность масочного режима на сегодня введена. И она у нас действует еще, наверное, с лета, с весны этого года. Что касается дискотек. Дискотек общественного питания после 23.00. Этот пункт, поскольку появился в постановлении Анны Юрьевны Поповой, подлежит обсуждению еще, обсуждению, рассмотрению на оперативном штабе по новой коронавирусной инфекции при правительстве Республики Татарстан. И, безусловно, на днях мы будем рассматривать этот вопрос, обсуждать и при необходимости вводить, либо не вводить. В завершении глава Росплатонентнадзора ответила на множественные вопросы касательно учебного процесса и возможного перехода на дистанционное обучение. Потому что на сегодня мы проучили сентябрь-октябрь. На сегодня мы не видим никаких серьезных проблем с образовательным процессом, если там все соблюдается, так как оговорено федеральным законодательством. На сегодня у нас в образовательных учреждениях чуть более 100 случаев. Эти случаи единичные, они без распространения. И на сегодня никаких рисков по уходу на дистанционное обучение мы не видим.